Бабербек Джеймбеков В день 10-15, как меня назначили на эту должность, мне позвонил руководитель аппарата премьер-министра Нурхан Мавналиев. От имени премьер-министра попросил, чтобы я немножко приструнил своего сына. Потом, в течение года я уже, наверное, не сосчитаю, сколько было таких звонков и прямых обращений ко мне премьер-министра Диантера Джондашевича. Я его, конечно, уважаю. Он просто передавал ко мне просьбу президента, но я ему объяснил, что сын мой, это депутат Джовар Кукиниша. Он взрослый человек. У него есть своя жизненная позиция. Он вполне осознает то, что он сегодня делает. Другой причиной отставки отца главного оппозиционера могла послужить давняя борьба антимонопольной службы с энергетиками. Бабербек Джеймбеков в течение нескольких лет противостоял повышению тарифов на свет. Сейчас чиновники жалуются, что из-за низких тарифов еле сводят концы с концами, а денег на обновление энергосистемы в казне практически нет. По мнению экспертов, новому примеру Кыргызстана не остается ничего другого, кроме как поднять тарифы на электричество. А старший Джеймбеков на этом пути был единственной преградой. Экономика страны растет, растет потребление электроэнергии. И нам необходимо приложить все силы, чтобы модернизировать эту систему, чтобы она обеспечивала потребности экономики. Природные условия страны таковы, что потенциал для генерации очень высокий. Вместе с тем, туда нам необходимо вкладывать серьезные инвестиции. Как мы все знаем, мы приоритизируем данную отрасль для того, чтобы и собственная экономика развивалась, и мы могли бы использовать свой экспортный потенциал. Впрочем, чиновники из оппозиционной обоймы не такие уж и безгрешные, считают наблюдатели. Так, по разным причинам, несколько лет назад президент Атамбаев избавился от оппозиционеров во власти. Наиболее болезненно это произошло с экс-спикером парламента Ахмадбеком Кельдебековым. Бывший депутат угодил в тюрьму, а его сторонники заблокировали стратегическую трассу на юге республики. Вместе с тем, чтобы наша власть, чтобы создать бескоррупционную систему и платить нормальную оплату чиновникам, они просто занялись преследованием этих коррупционеров. Эти коррупционеры почему-то оказались все оппозиционерами, а своих не трогают. Однако, такую точку зрения в оппозиционной фракции в парламенте отрицают. А увольнение и уголовные дела своих соратников считают политическим заказом. Им надо было, что бы ни стоило, чтобы это молодое поколение загубить, сломать их судьбу, карьеру. Одним словом, они очень старались, используя, можно сказать, генеральную прокуратуру. Таким образом, посадили, дали определенный срок, хотя это незаконно. Ташеевы 295-й, Садра Джапарова и Талан Бамытова на ремонт Улеева, например, не может доказать. Генеральный прокурор сейчас не может доказать. И Ахмад Пеке Гильдебековичу приявленные обвинения. Таким образом, я считаю, что хотели, чтобы это поколение, именно будущие руководители нашей страны, были сломаны. Но они не сломались. Ребята очень сильные. Тем временем, до осенних парламентских выборов 2015 года остается все меньше времени. Оппозиционеры уверены, что действующая коалиция наверняка с треском проиграет выборы. Обещавшая коренные перемены в жизни кыргызстанцев, власть пока не может похвастаться серьезными результатами. Поэтому, чтобы спасти положение, руководству страны ничего другого не остается, кроме как пугать избирателей коррумпированной оппозицией.